Несмотря на похолодание резко, это не отразилось на качестве и количестве нашей аудитории. Сегодня, на мой взгляд, будет очень интересно. Несмотря на то, что это два мероприятия идут подряд, в начале января я традиционно провожу мероприятия, связанные со стратегией, с точки зрения как раз сейчас это карьерная стратегия. В конце декабря каждого года есть уникальное мероприятие, оно называется «Только вперед», оно посвящено личной стратегии, комплексной. Соответственно, оно проходит тоже раз в год, поэтому у вас фактически уникальная возможность побывать на этих мероприятиях. Так как у нас есть свободные места, вот второй, третий ряд, если вам первому ряду не очень удобно задирать голову, то можно чуть-чуть повыше сесть. Так, чтобы удобнее было вот сюда, 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 сюда. Мы будем все равно как бы там двигаться. Вот, сегодня есть одно маленькое «но», к сожалению, у нас нет кликера, поэтому мне придется регулярно подходить сюда на поклон к ноутбуку и переключать слайды, но я думаю, это будет нас только дисциплинировать. Наша тема «Карьерная стратегия 2017». Прекрасное время для того, чтобы задуматься о том, что же на самом деле для нас важно. И я так понимаю, что все мы здесь сегодня пришли для того, чтобы ответить на какие-то вопросы. Я буду, так как я уже сказал, что кликер наш сегодня не работает, буду переключать. Мне бы хотелось в самом начале обозначиться с некими целями, о которых мне хотелось бы с вами договориться. Ну, на самом деле, я просто для себя уже цели поставил. Задача ваша. В среднем моя программа минимальная, идет где-то месяц. Максимальная программа идет около полугода. Соответственно, я невероятно рад тому, что я вас здесь сегодня вижу, но пытаться в 2,5, я обманул вас, 2 часа, потому что ровно в 9 я обещал вас отпустить, в 2 часа уложить всю программу, которой люди работают ежедневно, для того, чтобы выполнять свои домашние задания, просто невозможно. Поэтому цель моя – максимально рассказать вам о том, что происходит с человеком, когда он занимается работой над своей карьерной стратегией. Какие элементы проходят, поделиться с вами разными кейсами, которые я встречал ежедневно, работая с моими учениками. Это первая задача. Самое еще интересное – попытаться заинтересовать вас в том, а что карьерная стратегия вам нужна, и без нее невозможно. Это мои цели. Какие бы цели я хотел, чтобы вы поставили себе, или какие бы вы добились. Так как у вас всего, по сути, 2 часа. Мне бы хотелось, чтобы вы почувствовали, это вообще ваше или не ваше. Отнеслись к тому, о чем я говорю, без иронии, скепсиса, без какого-то самоанализа. Это то, что работает. Это то, что работает у других. Вполне возможно, это будет работать у вас, если вы захотите пойти дальше. Но несмотря на то, что у нас всего 2 часа, в любом случае, вы все уйдете отсюда с информацией. Вот девушка, которая сидит на каком-то счету, 1, 2, 3, 4, 5-ом ряду. Она была ровно неделю назад на этом мероприятии, где было 60 человек, нам некуда было ставить стулья. И все уходили с какой-то своей идеей. Да, у нас всего было 2 часа, но вы в любом случае не пожалеете о том, что вы сегодня сюда пришли. Это ваша задача, и я думаю, что мы все согласны с этими идеями. Давайте вместе скажем «да». Руку можем еще поднять? Да, проголосовали, демократический централизм. Отлично. Дальше. Сегодня будем очень быстро. Для того, чтобы использовать это время максимально эффективно для вас, для меня, для всех нас, не забывайте о том, что колоссальное и имеет огромное значение общество. Люди, которые пришли сегодня сюда. Для того, чтобы сделать этот процесс более эффективным, более живым, я предлагаю вам разбиться на команды по 2 ряда. Первая команда, вторая команда, третья команда и вверх четвертая команда девочки, лежащие на пуфиках. И на самом, у них вообще прекрасные места, они могут просто расслабляться в течение всего дня, вечера. Итак, задача. По кругу, внутри этой команды, вы поворачиваете друг к другу лицом и говорите, отвечаете на следующие простые вопросы. Зачем вы сюда пришли? Это самый главный вопрос, который бы впоследствии мне бы хотелось от вас услышать. От одного, может быть, двух представителей от вашей команды сформировать цель. Ради чего вы сегодня притащились сюда? Несмотря на то, что сейчас минус 13, а будет минус 26 к вечеру, к 10 часам вечера, что вас заставило провести, спланировать и провести это время здесь? Второй вопрос. Соответственно, вытекают из первого и второй и третий. Какая у вас цель? Вы как раз проговаривая эту цель, когда один говорит, все остальные внимательно слушают и пытаются понять, насколько эта цель реальна к достижению в 2017 году. Если эта цель чуть дальше, вы смело, помните, как мы делали у нас там, говорите, эти цели слишком долгосрочные. Мы их пока отсматриваем. Давайте сформулируйте свою цель. Задача помочь друг другу выкристаллизовать. Это решение с пониманием, а зачем вы сегодня сюда пришли? И последнее. Каждый из нас может сказать, оказаться чем-то друг другу полезен. Каждый из вас. И говорите, моя сильная черта такая, и я могу вам в этом помочь. То есть рано или поздно вы все равно можете друг другу каким-то образом общаться. И ваш предстоитель от команды скажет потом, чем бы он мог помочь. Насколько задание понятно? Скажите, пожалуйста, да. Не слышу. Да. Да? Да. Все, начинаем. Время, минута. Насколько критично это для вас? Я понимаю этот вопрос. Еще раз. Насколько критично это для вас? Это задание, его нужно просто делать. Итак, первый ряд, второй ряд. Вторая команда, поворачиваемся друг к другу. Третья команда, и вас четверо. Вам вообще идеально. Вы самые будьте чемпионы. Ребята, друг к другу поворачиваемся, общаемся, представляемся. Паша, привет. Привет. У вас какой цветник у вас. Очень интересно. Прекрасно. Я третий раз. Очень интересно. Окей, друзья, ускоряемся, потому что нам наша задача не просто над ним вопросом поработать, а максимально эффективно провести время. Итак, останавливаемся на том моменте, где я есть. 10 секунд подряд. Сейчас, 10 секунд подряд. 10 секунд подряд. 10 секунд подряд. Здравствуйте, здравствуйте, проходите. Друзья, мне очень приятно, что у вас удалось возможность пообщаться, я так думаю, что и познакомиться в том числе, да, я надеюсь, что те, кто будут выступать, постараются как минимум назвать имена. Это не просто так, почему это не просто так, потому что в результате те, кто максимальное количество имен назовет больше, те, кто сможет более эффективно представить свою команду, получат для меня подарки. Сегодня мы разыгрываем, сегодня благотворительная щедрость моя, консультация одна и аудит резюме, для кого это будет важно, или потом мы посмотрим, заменим, или еще какой-то добавим. В общем, у нас будет много подарков и будет много победителей, поэтому никаких здесь у нас проблем с этим не будет. Я единственное, что попрошу, может быть, если можно, Паш, попроси, чтобы вот над этой частью нам тоже включили свет, вот здесь. Итак, мы начнем представление команд. У вас есть несколько секунд, чтобы придумать имя, если хотите. Вот, соответственно, итак, ряд номер один. Кто от вас будет презентовать свою команду? Это не имеет значения. Кто от вас будет презентовать команду? К вам два новых участника присоединились, но они в процессе как бы обсудят. Итак, кто? Молодежь. Арина. А вот ты быстренько можешь выкрутиться, подумай, как это сделать. А можно иди сверкнуть. Прямо здесь, да. Внимание на экран. Сюда. Команда, команда родительства. Мы быстренько выясняем, кто у нас в команде. Каждый называет свое имя и... Ох ты, команда маркетологов. Актрисы. А, вокалист. Прекрасно. Ну, у вас номер один, это все же ясно, да. Итак, ну вот, как тебе показалось... Можно, да, Натей? Да. Как тебе показалось, какая совокупная, ну, вообще была бы общая мысль, что вас сегодня сюда привело? В основном, то, что мы хотим повысить свою ценность, то, что было заявлено в мероприятии, ценность повысить свою стоимость, да, и мы хотим узнать, как это сделать. То есть у каждого уже есть какой-то опыт заработки. Поделитесь своими наработками, как вы повышаете свою стоимость. Например, я буду еще начинающим специалистом, имею достаточно большое количество стажировок и уже какой-то опыт работы, но помимо этого, я знаю, что у меня есть несомнанные какие-то способности, идеи и коммуникационное мышление. И моя задача сегодня понять, как предложить работодателю именно свое мышление, а не тот опыт работы, который у меня есть, потому что он маленький, а мышление... Большое. Кто еще хочет поделиться каким-то своим секретом повышения стоимости, который раньше работал? Коллеги, что не было секретов? Не было, ни у кого зарплата не повышалась? Спасибо большое, Паша. У вас ни у кого не повышалась зарплата за прошлую карьеру? Стоимость ваша не росла? Каким образом вы добивались этого? Не скажете? Ну, женщины коварные, конечно. Передаем микрофон вниз. Следующая команда. Кто от вас выступает? Поручили мне. Прекрасно. Добрый день. Наша команда называется 56. Отсчитали ли ты изначально вот сюда? По-моему, креатива здесь больше, чем у маркетологов. Вот, это шестой ряд, 56, да. Не успели все до конца познакомиться. Выкручивайтесь. Выкручиваюсь. Меня зовут Валентин. Очень приятно со всеми познакомиться. Работаю я. На сегодняшний день я отделяю, прям хотя кем-то только не работаю. И с кем я больше всего удалось за последние две минуты познакомиться, кто-то замечательная девушка. Но и она скажет сама. Меня зовут Марина. Одна из моих деятельностей от Минград, хотя там тоже есть несколько других деятельностей, наверное, как у большинства из них. Отлично. Дальше. Передаем. С памятью у всех ведущих плоховато сегодня. Нет, у них все. Здравствуйте. Меня зовут Лена. Я администратор. Администратор чего? Выказаватель нам обязательства. Лена, если бы вот это, кстати, я хочу, чтобы вы все, когда я задаю кому-то вопрос, ставили себе сразу, как это говорит, мотали на свой женский безус и уст, или мотали на тот уст, на которого нет, этот вопрос сразу адресовали себе и попытались внутри находить на него ответ. Лена, вы администратор. Какая ваша самая главная профессиональная черта? Я администраторский аналитический кодом. Хорошо. Так, а вот с точки зрения профессионализма вашего, вот что для вас самое главное, вернее, что для вашего работодателя самое главное в вас? Вот я понимаю, помимо всего, экстерьера, что именно имеется в виду профессиональная, самая главная профессиональная ваша черта? То есть вы ни вправо, ни влево никуда не шагнете, только то, что оговорено. Договоры очень часто присутствуют от нас, по исполнению вручения. Одну секунду. Друзья, кто последний раз читал свою должностную инструкцию? Я не должна. Раз, два, три, четыре, пять, понятно. Кто считает, что, к сожалению, я это вынужден констатировать, потому что, с другой стороны, я являюсь консультантом с точки зрения компаний, помогаем выстраивать систему управления, я говорю, что должностная инструкция должна быть реальным документом, в котором описан реальный функционал человека. К сожалению, ваша сегодняшняя, я так понимаю, ситуация, что она для вас фикция. Так вот, как все-таки работодатель, видя в вас, ну, нет, хорошо, видя в вас, что вы только делаете то, что написано, почему он вас ценит, за что? Хорошо, трудно двигаемся вперед. Да, попробуйте каждый себе ответить на этот же вопрос. Поехали дальше, побыстрее. За что вас ценит работодатель? Я задам его лично вам еще раз. Ольга, вы являетесь самой настойчивой из тех, кто приходил в прошлый раз и в этот раз. Вы прямо вцепляетесь мне в горло для того, чтобы получить эту презентацию. Зачем она вам нужна? Вообще, я в заслуженном отдыхе. Я бы могла спокойно жить. Но одна идея в голове, которая уже много лет, не дает мне покора. Я стараюсь ее заглушить. Потому что мне так проще жить. Но эта идея, вот она... Поделитесь с нами, что это за идея? Это идея, это проект. Это очень серьезный проект. Он касается каждого из нас. Здесь сидящих наших детей, наших внуков. Это такая пропасть в нашем государстве. Давайте все пожелаем аплодисментами возможность реализовать этот проект. И передавайте, пожалуйста, микрофон дальше. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Илья. Я помощник первой лица компании. Я думал, помощник первой лица государства. Я же так замер на секунду. Замечательный план на будущее. Здесь это... Карьерная стратегия. Здравствуйте, карьерная стратегия. Спасибо. Пожалуйста. Наталья, я работаю в страховании. Работодатель ценит скорейший способ уникальности. Потому что я занимаюсь страхованием строительно-монтажных объектов. И являюсь выбирайтером. И именно по данному типу, скажем так, данная профессия, она сейчас достаточно редкая. Расшифрую для большинства людей человек, который просчитывает риски, которые могут возникнуть в связи с заключением договора страхования. Спасибо вам большое. И дальше. И общую цель пока готовит наш капитан. Здравствуйте, меня зовут Антон. Я работаю в страховании. Занимаюсь тарифами в основном. Вы не случайно с одной компанией? Нет, мы с разными. В моем время когда я работаю в одной компании. Прекрасно. Вы тоже с ними вместе. А, все, ясно. А, ну вы же кучкой зашли. Точно. Конечно, управляющийся продуктом, моторным видом, полосарный показатель. Что еще нужно сказать о себе или цель? Ну, за что цель в результате? Наверное, цель за опыт, надеюсь, вместе работать. И за навык структурировать процессы и доводить должное рост. Спасибо большое. Но явно в этой команде за капитана работала команда. Так вот, какая общая совокупная цель? Никто из вас не сказал. Зачем он сюда пришел? От вас? Ну, наверное, все говорили сегодня о том, что он ценит за исполнительность, за те обязанности, которые есть, да? Это ответ на то, зачем я сюда сегодня пришел. Нет, я думаю, что каждый сюда пришел за тем, чтобы выйти из этой зоны комфорта и подумать, о чем он может быть полезен, наверное, работодателю и каким образом на этом заработать. Окей, друзья, кто из вас, первый ряд, команда номер последняя, кто из вас реально хочет выйти из зоны комфорта? Я уже вышла. Подождите, вот вы двумя руками, вы еще не там? Еще нет. А может, это у вас есть зона комфорта? А если вам так хочется, почему вы не там? А я здесь сегодня, значит, уже немножко. Двигаемся, правильно. Находчивость. Передаем микрофон следующей команде. У нас есть спикер. Да. У нас есть спикер. Прекрасно. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ольга. Я представляю команду девушек. Мы лучшие. В отличие от того, как и предоставлены у нас... Да. А чего это, вдруг? Вам мужчины не угодили? Это получилось. У всех, что ли, проблемы с мужчинами? Нет. Нет. Девушка открещает. Нет, не только ли у меня, да? Во всех остальных командах присутствуют мужчины. Это их промп. Это их промп. А, то есть не все согласны с этим. Нет, в общем, можно при этом не с мужчинами согласиться. Да, еще нашим достоинством является то, что 30% Татьяны в нашей команде... А когда Татьяне в день? Сегодня. О-о-о, дайте всех поздравим. Ничего себе. Идем непосредственно о целях. Так как команда разношерстная, есть представитель... По-моему, есть единый признак команды. Она, по-моему, наоборот, однородная, на мой взгляд. Она разношерстная, из разных сфер деятельности, из недвижимости, учителя, клининг. И также и цели разнообразные. Помощь в трудоустройстве, опыт, наработки, подача резюме, повышение уровня знаний, изменение кармы. У кого? Сильно, да? У себя или у химик? У нас у всех кармы меняем. Это у нас общество. Учить перечисление целей, за которыми лучшие пришли сюда. Я не видел в анонсе своего мастер-класса, что я меняю карму. Ну так вот, вы просто, наверное, между строками все. Хорошо. Да. Максимально расширить свой кругозор и доставить удовольствие всем окружающим. Спасибо большое. Прям требует аплодисментов. И финальное представление команды. Кто у нас? Андрей? Коллеги, я зовут Андрей. В нашу команду входят Евгения, Александр, Анна, Владимир и Ольга. Наша команда называется «На пороге». Общая цель, которая нас объединяет, это принять какое-то стратегическое решение по дальнейшей карьере. У всех это решение носит разные оттенки. То есть кто-то хочет узнать что-то новое, кто-то хочет спланировать, как узнать что-то новое. Например, я. Кто-то хочет сделать выбор, чем в дальнейшем заниматься. То есть принять решение между российской компанией и нероссийской компанией, оставаться работать на прежнем рабочем месте или все-таки пойти по модному тренду и сменить работу, как это принято каждые 3-5 лет. И также у нас есть альтернатива в команде «Музей в собственный бизнес». Мы тоже выбираем. И каждый человек пришел сюда, чтобы понять все-таки, как сделать, чтобы принять такое сложное решение, но про то многое решение зависит. Поэтому мы на пороге, что нам больше делать. Спасибо большое. Давайте все вместе поаплодируем друг другу. Я положу сюда микрофон, пусть здесь лежит. Итак, на мой взгляд, есть два кандидата на призы. Это команда номер «Лучший» и команда, где действительно работали капитаны на пороге. И за креативность хотелось бы первой команде нашей дать. Давайте быстренько силой аплодисментов, криканьем, гоганьем, гоготанием, топанием ногами определим победителя. По самому звучному капитану. Итак, капитан команды номер один. Можно вас на секунду встать? Спасибо большое. Итак, как вы думаете, насколько она здесь сегодня активна была? Ну, как вообще? Хорошо. Спасибо, спасибо большое. Команды лучшие. Чувствуется прогресс. И Андрей, команда на пороге. Я вынужден констатировать номер один. Место первое, второе и третье. Все три капитана получат от меня призы. Большое спасибо вам. Итак, серьезный разговор перед нами, нам сегодня с вами постоит. И за оставшееся время я должен вам максимально быть полезен, потому что вы инвестировали сюда сегодня свой самый главный ресурс. Какое? Время. Это невосполняемый ресурс, который вернуть нельзя. Мы часто сожалеем о том, что прошло. И очень надеемся на то, что завтра будет лучше. Забывая про очень важный... О, Ира, привет. Про самый важный момент. Как вы думаете, какой? Сейчас. Сейчас. Почему мне так было важно услышать от вас, а что же вас на самом деле сюда сегодня привело? Что же вас заставило задуматься? Я не услышал ответа, что сейчас у меня такая ситуация, что я прямо хочу что-то делать. Я сейчас счастлив, но хочу быть более счастливее. Я сейчас доволен, хочу быть более довольным. Сейчас это тот момент, в котором мы с вами проживаем. Поэтому все вопросы, которые вы хотите себе задать с точки зрения решения стоимости вашей, вашей зарплаты, вашего трудоустройства, создания нового бизнеса, возможно, на фоне своей работы, возможно, роста в карьере, а кто-то, может быть, хочет получить или возвращается на свою новую должность, а кто-то получил новую работу, и очень важно пройти испытательный срок. Все эти моменты очень важны для нас в нашей карьере. И все из вас, в том числе и я, если бы я сидел, я, наверное, бы хотел получить способ решения этой задачи. Но я должен вас разочаровать. Волшебные таблетки не существуют. Как вы думаете, почему? Потому что это процесс. Разно ситуации индивидуальны. Спасибо, спасибо, спасибо. Еще? Да? Успешная личность – это цельная личность. Она должна состоять из полноценных... Спасибо. Не поверите. Когда мы начинаем заниматься с моими учениками развитием карьеры, и мы ставим цели, как я сказал, это ежедневные упражнения домашние, в плане того, что они выполняют их, ежедневно думают. Я им перезваниваю в течение дня. Например, у меня сейчас есть в коучинге один очень интересный молодой человек. Он является территориальным директором одного крупного российского банка, входящего в топ-5. Мы с ним позавчера вечером в сессии должны были разобраться. И у него была задача определиться, а что для него является основой своей работы. Вот я его просил найти тот мотивационный девиз, которым, если бы я его, как бы кто-то ему говорил, или бы он сам себе говорил, это бы его мотивировало и включало бы программу, которую мы с ним проговорили. И мы решили, что он говорит, я звезда. Очень скромно, очень просто. Я сегодня звоню по телефону и говорю, привет, Миша, привет. А я разговариваю со звездой. Он такой, извините, вы не туда попали. Я говорю, как, подожди, это звезда? И потом у него начинает включаться. А, да, точно. Я говорю, так тебе не комфортно с этим живется, что ты решил, что ты звезда? Он говорит, нет, я пытаюсь себя уговорить. Это процесс. Вы правильно абсолютно сказали, что невозможно одним решением. Но я вам скажу, что такое решение есть. Я вам расскажу, каким быстрым решением можно одновременно. Вот все вы, на самом деле, можете стоить от 10 до 25% дороже, просто приняв одно решение. Андрей его называл. Быстро поменять работу. Не факт, что оно хорошее, не факт, что оно важное, не факт, что оно принесет удовлетворение вам, потому что важнейшим элементом ваше счастье на вашей работе является что? Сомияние. Нет, сомияние. Спасибо большое. Внутреннее согласие с самим собой, потому что каждый из вас, находящийся здесь, на всех этих рядах, уникальная личность. Вы уникальный сплав знаний, философии своей собственной, моральных принципов, ценностей, своего практического опыта, опыта решения тех конкретных задач, которые вы решаете в своей компании. И когда вы, вот этот уникальный человек, приходите в другую компанию, вы как пазл можете просто не встроиться, хотя на первый взгляд все хорошо, и оно должно работать, но оно не работает. Значит, где там у вас перекос? Будем разбираться, почему и где, и я буду стараться двигаться очень быстро для того, чтобы дать вам максимальную ситуацию. Книжные магазины заполнены книгами о том, что есть быстрое решение. Семь шагов в поиску зарплаты, пять шагов в поиску новой работы, два шага для того, чтобы поднять свою стоимость на рынке и так далее, так далее, так далее. Это не работает. Я просто хочу, чтобы вы задумались и не тратили, именно действительно, если сегодня, я надеюсь, что вы инвестировали сегодня свое время, потому что оно даст отдачу. То есть, кто здесь с финансами понимает, что возвратные инвестиции, это значит, когда ты что-то вложил, и ты должен что-то получить, как минимум, равное по стоимости. Какая альтернатива сегодняшнему вашему вечеру? Здесь. Новые действия? Нет, нет, нет. Вот, например, где вы сейчас были, если бы не было мастер-класса? Где? В кино? Класс. А вы? На работе. Ну, не так весело, конечно, но... Я насыпалась бы за последние пять дней, однала спала, я бы в здоровье инвестировала. Отлично. Наверное, ну, что-то такое скучное. Что-что? Скучное, что-то. Что-нибудь скучное? Провела бы время с любимым. Да. Так вот, у нас у всех есть альтернатива, поэтому очень важно понимать, что мы получим в результате, постараясь вам это дать. Я прямо сегодня думал, когда собирался, возьму кликер с собой, вот возьму, и что-то помешало мне его положить в карман. Да. Я должен вам, к сожалению, сказать еще один маленький момент, который должен заставить вас задуматься. Вот вас здесь примерно сейчас около 40 человек. По опыту, проводя мастер-классы здесь в течение года, а вообще я занимаюсь управлением людьми больше, я сегодня почитал, ужаснулся, более 27 лет. С 92-го года. О, более, да, 27. 27, ничего себе. Всего лишь 3 или 4 человека от вас захотят что-то реально изменить в своей судьбе профессиональной. Эти 3-4 человека после того, как мы с вами пройдем этот мастер-класс, подойдут ко мне, и мы договоримся с ними о том, как мы будем двигаться дальше к достижению их мечты. Почему это так важно? Потому что на самом деле есть ситуация следующая. Вам отчасти комфортно находиться там, где вы есть. Вам отчасти достаточно сказать себе, я сегодня сходил на мастер-класс. Это уже большое дело, все, все, что нужно было, я сделал. Я завтра буду думать о том, как изменять свою работу. А еще лучше я начну новую жизнь с понедельника, сегодня среда. Ну, по-честному, да, вот как бы, вот Новый год прошел, у меня не получилось, я начну это делать со следующего понедельника. И еще, может быть, запишусь в фитнес-центр. И не буду есть сладкое после 6. И много чего, но этого не происходит. Потому что, когда мы себе даем какую-то задачу и вдруг делаем какой-то легкий шаг, у нас появляется оправдание этого не делать. Так вот, я хочу, чтобы вы себя поймали на этой ментальной ловушке. Приход просто сюда, на мастер-класс, не является шагом вперед. Это является лишь возможностью узнать о том, как можно этот шаг сделать. В чем разница между обучением по книжкам и работой с тренером? Как вы знаете, кстати, вот, как вы думаете, у олимпийских чемпионов тренера есть? Есть. И не один. И не один. Может ли быть человек, который тренирует олимпийского чемпиона, не олимпийским чемпионом? Может. Какая главная задача? Вот, давайте самый простой вариант. Мальчикам это будет легче сделать, а девочкам будет труднее. Но я думаю, что каждый из них в голове себе представляет. Давайте подумаем о таких единоборствах, где настоящие мужчины, не такие, как здесь сейчас, здесь сидят. Ну, это я, в смысле, про себя имею в виду. А настоящие такие мачо. Вот какой у них должен быть тренер? Как вы думаете? Вот как он выглядит? Любой. Он небольшого роста, скорее всего, со сломанным носом, да? Он говорит вкратчиво, тихо, но все эти дядьки его слушают. Как вы думаете, почему? Потому что он авторитет, у него есть знания. Потому что он знает, как привести каждого к победе. Он на самом деле, может быть, выглядит агрессивным, но взгляд у него добрый. Потому что его цель помочь. Найдите любого тренера, любого коуча, который поможет вам достичь вашу карьерную цель. Заплатите ему любые деньги, чтобы он довел вас до этой цели. И вы почувствуете, какая в этом разница. Можно заниматься по книжкам? Однозначно хуже не будет. И это тоже большой шаг вперед. Знаете, когда человек подходит к реке, он может выпить ровно столько, сколько может. Он не может выпить всю реку. Он может часто приходить к ней, пить ровно столько, какая у него есть потребность. Поэтому по вашим потребностям вы должны подумать, что вам конкретно нужно предпринять прямо сегодня. Это первое задание, о котором стоит задуматься. Возьмите свои ручки, листочки, телефоны, все что угодно. И прямо сейчас запишите, что я должна сделать прямо сегодня вечером. После мастер-класса берите что-нибудь и пишите. Не теряйте свое время. Вы же сюда пришли вместо того, чтобы в кино пойти. Дайте листочек и ручку. И сами пишите. Что я сегодня вечером, о чем я должен подумать, что я должен сделать. Первый самый шаг для того, чтобы исполнилось. Я стал на тот путь, той цели. Вы же, вот какую вы цель для себя сегодня поставили? Чтобы ваш тренинг помог на что-то с наработать. Супер, открывайте ежедневник свой, берите ручку. Как вы думаете, вопрос это очень сложный. Но на самом деле, какой-то первый шаг вы в состоянии сами. Что вы сегодня должны сделать вечером, когда придете с мастер-класса, чтобы заложить фундамент для первого шага вперед. Я не спрашиваю, я просто прошу, чтобы все записали. Поможем, это не проблема. Давайте запишем, пофантазировать, представить свою мечту. Это уже подсказки. Пишите, пожалуйста, это ваша первая сегодня полезная вещь от того, что вы пришли сегодня сюда. Сейчас, когда вы пишете, вы сделали действительно первый шаг к тому, чтобы приблизиться к своей цели. Я буду отчасти пролистывать слайды, я приготовил для вас очень много. Но так как эта тема достаточно объемная, мне хотелось вместить всю свою жизнь в презентации 2 часа. Я буду что-то пропускать, но это без потери качества. Сейчас, когда вы думаете о том, что вам на самом деле важна ваша стоимость на рынке, ваша заработная плата, вас отчасти могут беспокоить отношения. Ведь на самом деле человек это психофизическое существо. Мы не можем в один момент включить себе кнопку «я на работе» и выключить кнопку «я дома». Мы всегда находимся в состоянии и там, и там. Мы не можем разделить этой черты невозможно. Если бы это можно было, мы были бы не людьми, а роботами, что на самом деле мечтает работодатель. Итак, проблема в отношениях. Проблема в отношениях отчасти строится потому, что мы нереализованы с точки зрения своей карьеры. А что такое нереализованность с точки зрения своей карьеры или стресс? Как на ваш взгляд, почему возникает стресс нереализации в области своей карьеры? Почему мы недовольны своей работой? Спасибо большое. А откуда берутся завышенные ожидания? Мы участвовали в будущем, опыт, бэкграунд, образование. Окружение. Из окружения. Спасибо большое. Смотрите. Важнейшим результатом работы над собой в области построения карьерной стратегии Одним из важных результатов, который фактически все, все, кто со мной занимался в течение всех этих лет, делают следующий вывод, что та работа, на которой я работаю, это очень замечательное место. Это прекрасное место, потому что я начинаю на нее смотреть по-другому. Я начинаю задумываться совсем о другом. Не в том смысле, что я поглощаю и требую все внимание к себе, а в том смысле, что я могу дать, чтобы получить максимально. То есть прежде, чем что-то получить, нужно отдать. Очень важный момент. Просто вот запишите его тоже для себя. Задуматься. Следующий момент. Когда мы думаем о своей стоимости на рынке сейчас, нас в то же время беспокоят финансовые вопросы. Элементарное финансовое планирование, контроль расходов, оплата кредитов, желание приобрести новую машину или квартиру, это все хорошо. Я вам приведу один пример. Например, в моем коучинге год назад ко мне позвонила девушка. Она была HR-директором крупнейшей международной компании. Я говорю, слушай, я очень хочу найти новую работу, давай с тобой позанимаемся. Мы начали с ней работу. Где-то примерно на втором занятии я говорю, слушай, ну сегодня вот рынок труда HR-директоров достаточно сложен. И в лучшем случае, в лучшем случае, мы можем сейчас временно найти работу на 100 тысяч рублей. Она говорит, ты что? 100 тысяч рублей это вообще нереально. Это мне не хватит ни туда, ни сюда, ни там. А ты знаешь, сколько сейчас нужно девушке, чтобы поддерживать себя в порядке? Я говорю, хорошо. Мы с ней продолжили, завышенные ожидания ее, не дали ей возможность не устроиться на работу до 6 месяцев. Летом мы сделали перерыв, я уехал на 2 месяца с детьми в Испанию, потом я вернулся. Мы начали снова. Она пересмотрела свои отношения, ведь задача была моя переформатировать ее взгляд. Не с точки зрения, это мне нужно, и решите мои проблемы, когда я сюда приду. А задача с точки зрения того, что она может дать работодателю. Сегодня она работает в 3 раза больше зарплаты, чем мы хотели устроиться в январе. Это вполне разумные и хорошие деньги. И она очень счастлива, сегодня колесит по Европе и получает удовольствие от жизни. Поэтому, когда мы задумываемся о своих финансовых задачах, тоже надо думать, что происходит. По большому счету, я вам говорю о том, что сейчас перед вами есть выбор. Помните, как в том фильме «Матрица», когда НЕО предлагали либо синяя таблетка, либо красная? Принимая красную, ты понимаешь, что ты попадаешь в новую реальность. Это новая для вас сфера деятельности. Когда вы начнете менять себя с точки зрения подхода к работе, вы почувствуете, что перед вами новые вызовы. Если вы хотите найти новую работу, значит, вы должны подумать, а какой решением, какой проблемой работодателя вы являетесь? В чем ваша ценность с точки зрения работодателя? Что вы можете отдать, чтобы что-то получить? И об этом мы сегодня еще будем говорить. Поэтому, приняв решение двигаться в направлении красной таблетки, вы можете остаться там же, где вы есть, кстати. Никаких с этим нет проблем. Кто-то из вас работает, кто-то ищет работу. Но в целом, как бы, жизнь-то продолжается, в целом-то все неплохо. Я считаю, что для тех, кто это важно, для тех, кто хочет, выбор сделан. Это красная таблетка. Впереди 365 дней, правда, уже меньше. Январь подходит к концу. Но это еще не говорит о том, что это мало. Нет. Этого очень много для того, чтобы начать, для того, чтобы стать эффективным, для того, чтобы поставить свою карьерную цель, оценить ситуацию, что происходит с тобой. Ведь важнейшим этапом в построении своей карьерной стратегии с точки зрения повышения своей стоимости на рынке является оценка ситуации, где вы сейчас. Состояние понимания, где вы сейчас. Оценка своих сильных сторон. И давайте здесь мы сделаем еще одно маленькое упражнение, потому что я хочу, и это моя задача, чтобы вы ушли отсюда максимально вдохновленные тем, что нужно двигаться вперед. Возможно, это какая-то ваша, моя внешняя мотивация. Возможно, какими-то своими словами я затронул какие-то ваши внутренние состояния. Но сейчас мы вновь в командах, поработаем над очень простым упражнением. Каждый из вас должен искать одну самую, свою главную, профессиональную черту, что на его взгляд является самым главным активом его, как профессионала. Время тоже, буквально 3-5 минут, чтобы мы успели максимально быстро поработать. Итак, команда номер один, два, три, четыре, пять, шесть. Начинаем. Поворачиваемся и снова. Одна самая главная профессиональная черта. Задача других оппонентов в команде сказать, действительно ли это так. И задать вопрос, а ты уверен в этом? А почему? Хотя бы один вопрос друг другу надо задать, чтобы человек задумался. А почему это так и есть? Готовы? Не слышу, да? Да, отлично, поехали. Поехали. Задатель должен оценить твое системное мышление. Как ты думаешь? Почему? Задумайся. Это моя задача, чтобы ты задумывался. Чеки, как у вас? Капитан, организовывайте работу. Задание для вас лично, которое поможет вам лично себя идентифицировать. Как девочки? Команда девочек. Целостность? Целостность не покупается на заработодательных. А ты... Что такое ты... Профессиональный? Вот вы кем работаете? Я. Видите? С точки зрения профессионализма. Какой? Что это такое профессионализм? Сейчас, я собираюсь. Сейчас. Итак, друзья, для того, чтобы сэкономить наше время, задача вам понятна. Коллеги, прошу всех сесть снова на свои места. Смотрите. Все, что мы сегодня с вами делаем, все, что мы проговариваем, это ваша домашняя работа. Теперь, если вы решили встать на путь изменений, ваша цель создать себе такое расписание, которое не позволит вам не делать. Моя цель создать такую систему, что в случае, если мы будем работать с вами вместе, у вас не было шансов не сделать и не продвинуться вперед. Это моя самая главная задача. Итак, что делает водитель, когда хочет доехать из одной точки в другую? Что не делаем мы? Не просто едет. Какие еще есть варианты? Куда он может попасть? Спасибо. Давайте обсудим. Можно вас? Вы идите сюда. Выходите, не бойтесь. Ну, не бойтесь. Я не кусаюсь. Я сейчас похочу вместе с вами пройти этот диалог, который отчасти объясняет теорию построения стратегии, как в компании, так и личную. Вы водите автомобиль. Есть опыт вождения. Отлично. Когда вы, например, хотите куда-то приехать, вот вы еще не сели в машину, а вот вы задумались. Вот, например, если бы вы сегодня поехали сюда, что бы вы сделали? Пошагово. Держите. Так, ну сначала бы я свела автомобиль, наверное. Нет, нет, вот смотрите. Вы решили приехать сюда на мастер-класс. И это решение созрело когда? Когда я получила два сректорной почты. Сегодня? За 15 минут. Это было вчера. Соответственно, за какое-то время до вы приняли решение сюда приехать? Первый шаг, давайте акцентировать. Первый шаг построения стратегии? Это осознание того, собственно, какой есть мотив для того, чтобы куда-то действовать. Супер. И завершающий действие это какое? У нас есть решение. Спасибо, отлично. Теперь у нас есть принятое решение. Мы хотим попасть куда-то. Соответственно, теперь нам надо понять, а куда мы хотим попасть? Ну и соответственно, мы должны понять, какая есть конечная цель и адресность. Супер. Что такое конечная цель с точки зрения построения карьерной стратегии в рамках повышения своей стоимости на рынке? Не важно, что вы наемный работник, вы бизнесмен, вы увеличиваете свою капитализацию. Мы сейчас об этом поговорим. Ну это может быть много разных вещей. Например. Самообразование, повышение уровня. Прекрасно. В трансляции на наш мастер-класс мы о нем не говорим, а говорим о карьерной стратегии. Следующим шагом что является? Поиск места, где, собственно, это может произойти. Все, мы нашли. У нас есть точка прибытия. И есть точка отправная. Дальше. Ну то есть нужно как-то нажать на газ. Мы еще к машине не подошли. Маршрут рассчитывается. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак. Хорошо, мы должны проложить маршрут. Проложить маршрут в рамках того, что мы сегодня с вами занимаемся. Как это выглядит? Что бы это было? Это стратегия. Отлично. Спасибо. Это стратегический план, стратегическое видение, движение к точке прибытия. Что дальше? Начать не везли. Это вы стоите здесь? Вы, наверное, соглашусь начать какие-то шаги к тому, чтобы достичь... Хорошо, давайте вернемся в состояние, что вы вчера получили электронную почту. Вы где уже? Вышли из подъезда, подошли к машине или еще нет? Нет, я еще вчера получила почту. Нет, хорошо. Вот мы уже вчера прошло, мы уже сегодня. Так, сегодня. Сегодня я уже, собственно, здесь нахожусь, поэтому... Как до того момента, как вы сюда... Что произошло, если бы вы сюда ехали на машине? Так, я приняла решение о том, что мне нужно здесь находиться, и, соответственно, я увидела свою конечную цель, она получается промежуточная, правильно, цель, ну, исходя из тех целей, которые у меня есть, основные. Будем считать, что она конечная? Конечная, да. Дальше, что происходит, если бы вы ехали сюда на автомобиле? То есть мне нужно включить навигатор и, собственно, пользуясь... А вообще проверить, есть ли у вас автомобиль? В нашем случае автомобиль это что? Средство передвижения. Это что? Инструмент. Инструмент, отлично, спасибо. Что мы в автомобиле, когда садимся, смотрим? Ну, что вы смотрели раньше, когда вы... Насколько он... Можно его использовать... В каком он состоянии, да? Подходит ли этот ресурс для того, чтобы мне добраться из точки А в точку Б? И последний момент, вот что бы вы, как бы, проверили бы еще? Хватит ли чего? Ну, там бензин, да, да, и топлива. Спасибо. Давайте поаплодируем, это очень трудно на самом деле. Кто еще хочет попробовать? Давайте, кто вы, кто из вас хочет попробовать рассказать о карьерной стратегии с точки зрения видения того, что мы делали сейчас? Идите сюда. Вы же очень хотели выйти из зоны комфорта. Да, конечно. Начнем. С удовольствием. Итак, расскажите план построения своей карьерной стратегии выхода из зоны комфорта в терминах стратегического планирования. Начнем с того, что я сегодня здесь, значит, уже довольно тупиковая ситуация, но я задумалась и считаю, что все-таки уже продвигаюсь вперед. Так вот, есть ли у меня пока автоматизм? Обратите внимание, я задумалась и уже считаю, что продвигаюсь. Да. Высокая самооценка, мне кажется, это залог успеха. Что такое высокая самооценка в терминах того, о чем мы с вами говорим? Так вот. Повышенный ресурс. Это ресурс, отлично. Это ресурс для моего движения вперед. Супер. Что еще? И автоматная оценка, умение их систематизировать и двигаться по плану, который я составила, используя эти ресурсы. Спасибо большое. Спасибо. Давайте поаплодируем. У меня к вам есть одно задание, которое, как всегда, мне хочется вам дать. Напишите сейчас, пожалуйста, в том месте, где вы пишете или где вы не пишете, в голове, если вы решили задуматься, но предупреждаю вас сразу, все, что задумано и не записано, не реализовано. Я, Ира, сюда положу тебе микрофон. А какая моя точка прибытия? Я за вас ее не могу написать. Я знаю технологии, с помощью которых мы вместе с вами можем к ней прийти. Но сейчас ваша задача написать ее для себя, для того, чтобы это было хоть какой-то отправной точкой к тому, чтобы вернуться к чему? Какое задание мы делали до этого? Какое задание мы делали до этого? Какое задание мы делали до этого? Какое задание мы делали сегодня, сейчас, здесь, до этого? до этого до этого момента какое мы делали задание еще до еще до спасибо . прибытия поможет вам сегодня вечером задуматься если вы не знаете если я не могу за вас это ваша жизнь не могу вам сказать вам нужно туда в этом скажет я туда пришел он мне сказал а я там несчастных нет я хочу чтобы вы сами нашли свою точку прибытия но для того чтобы начать системно не думать мы же все приняли решение меняться да да поэтому нас было задание сегодня вечером что-то подумать какой ему будет первый шаг первый шаг это . прибытие что еще нам нужно для того чтобы добраться до цели что делает любой руководитель в любой компании нам нужен план с точки зрения того как вы мне рассказывали свой чудесный путь со вчерашнего вечера до сегодняшнего план это какой кусочек спасибо вам илья вы просто сказали важнейшую фразу сегодняшнего вечера план это где с какого момента начинается планирование хорошо вы получили вчера письмо это что это некое предложение задуматься вы дальше что делаете принимаете же это план или еще пока нет еще не план где начинается план спасибо основным элементом планирование является наша цель или что мы делали только что до этого какое было домашнее задание вот до этого . прибытия вы посмотрите как все взаимосвязано вот казалось бы простые упражнения простые вопросы которые позволяют вам докопаться до вашей сути до человеку одному это тяжело делать потому что иногда мы как профессионалы своего дела считаем что это само собой разумеется я это умею делать я в этом профессионал зачем мне об этом говорить зачем мне знать то что я вам вижу для того чтобы человеку четко разобраться в себе ему нужен взгляд со стороны мы об этом с вами уже много раз говорили про олимпийских чемпионов спасибо это как правильно заданный вопрос а поделитесь это тогда у меня возникает вопрос тот же самый который написан на экране если все так просто и на самом деле я не открыл вам никакой америка ничего нового вам не сказал как вы думаете почему сейчас для вас по-прежнему актуален тот вопрос который вы пришли сегодня сюда кто не знает что же такое он потом расскажет после нашего мастер-касса как вы думаете почему да я иду к вам хорошо но давайте так что такое перманентность это постоянное движение вперед да то есть если мы поставим точки прибытия в каждой из точки перманентного движения это будет движение каждой из этих точек достигли одну цель поставили следующую достигли одну цель поставили следующую но вы уже в цели достижения совсем другая прежде чем вы пришли к ней я с вами согласен и это еще вот смотрите что происходит с людьми которые хотят но ничего не делают ничего не происходит нет 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 какая у них потребность мечтать еще 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 вот вот ну я знаю что вы не такие конечно я такой когда я знаю что мне нужно что-то сделать это верно это абсолютно правильно спасибо большое это происходит когда мы каждый год загадываем какое-то желание под новый год сначала это желание нас вдохновляет потом когда мы ничего для этого не делаем она начинает постепенно нас раздражать в результате получается стресс депрессия и там уже не ко мне там же другим специалистам потребность человека который хочет что-то сделать но ничего не делает в получении еще новой и новой информации о том как что-то сделать почему так важно я хочу прочитать эту книгу я хочу получить этот тренинг я хочу сходить туда мне недостаточно информации а как же начать делать это тот поиск волшебной таблетки это теория маленьких дел когда вы начинаете делать вы вовлекаетесь в процессе начинать придумать спасибо вам большое это как раз перегружаетесь информацией и адрес я хотел бы сказать наоборот я здесь не согласен с вами я согласен с первой частью что первым способом лечения от этого является что спасибо вам большое просто начать что-то делать я вам расскажу ситуацию примерно в 2013 году я делал проект бизнес завтрак может быть кто-то видел кто-то слышал кто-то приходил ко мне в гости в ютюбе огромное количество этих записей я приглашал успешных людей к себе в гости и мы обсуждали теорию построения успеха вообще что такое успех и как как добиваться этого успеха там серьезные люди разговаривали там делились успехом все хорошо но в какой-то момент я понял что это перестало мне приносить удовольствие и я глубоко задумался я провел наверное звездный сезон когда у нас были самые лучшие спикеры иностранные спикеры мы покупали спикеров в америке и так далее и так далее и так далее но с каждым из этих с каждым из этих мероприятий испытал все больше и больше неудовлетворения я остался потом провел последний был с радиславом гандапасом на тему воспитания детей в прекрасном итальянском ресторане помню там были чудесные печенья ну и все и больше я ничего не помню от этого я начал думать а что же мне делать как же мне дальше выходить из этой ситуации это конец обманулась это конец 14 года декабрь депрессия некая определенная легкая затянулась на полгода я все время раздумал что же мне делать там я бы сразу находился в мыслях там там неважно то есть ты постоянно проходил а что же делать куда же идти случайно все происходит все что важное в нашей жизни происходит случайно я где-то слушая что-то смотря что-то услышал фразу простую никогда нельзя или ты никогда не найдешь что-то в размышлениях ты сможешь найти что-то только в действии и тут приходит тысячи поговорок на ум что и маленькая и огромная дорога начинается с первого шага все остальное поэтому для тех кто все время хочет новой информации запомнить это первый сигнал к тому что это ваше оправдание того чтобы ничего не делать самое главное сегодня сделать что-то что какое домашнее задание нас было подумать так вот я официально вам заявляю что вы гораздо стойте гораздо больше этих денег которые вы есть сейчас верите вы это в не верите я знаю технологии которые приведут вас к решению это вопрос и это все просто это примерно точно так же как мы с вами сегодня пытались поставить домашние задания делать выполнять их регулярно достигать двигаться оценивать ситуации проводить свод анализы решать свои сильные стороны находить оценку мечтать ставить себе главные глобальные задачи потихонечку двигаться к наполнению этих целей в результате когда цель поставлена как вы говорите это 50 процентов ее успеха и достижения я бы вот хотел начать с этого тут цифры приведены несколько смешные для большинства аудитории но все же когда вы не дополучаете свою заработную плату я привел простой пример зарплата 75 тысяч рублей и 50 тысяч рублей всего лишь разница 25 тысяч рублей кто знает кто такое штатное расписание что есть в штатном расписании спасибо большое когда вы не можете себя правильно преподнести подать на собеседование в процессе разговора представления своих результатов с непосредственным руководителем в момент занятия должности или наоборот когда вы обсуждаете свое повышение как вы думаете вероятность какова получение максимальной ставки есть но очень маленькая вероятно стопроцентная какая какую ставку вы получите минимальная 25 тысяч умножить на 12 это сколько 300 это по нынешним как бы как говорится деньгам это не очень большие деньги но это по сути автомобиль это по сути автомобиль который может ездить который может привозить из этой точки из точки вашего дома к точке вашего мастер-класса для того чтобы получать все время новую новую информацию задача лишь уметь научиться правильно идентифицировать свои самые главные профессиональные качества умение преподать их руководить особенно если вы получаете новую должность у меня есть новая программа 90 дней вот буквально там вчера у нас было занятие по этой программе молодой человек с нижнего новгорода получил новое повышение должности он возглавлял он был начальником отдела продаж крупной компании фармацевтической у них их собственники решили сформировать департамент продаж и не слушай у нас есть один начальник есть второй начальник нам наверно надо найти какого-то руководителя департамента он нашелся не подумав об этом сказал слушайте а давайте я стану этим начальником департамента через какое-то время они ему звонят и говорят слушай да мы согласны этот человек смотрел на вебинары составе он не позвонил он ходит наши рассылки вы сегодня тоже получали письма и вот мы с ним сейчас обсуждаем а какое силовое поле что самое главное для человека который пришел в новую должность как вы думаете что да да но да но чуть глубже если еще еще какие идеи когда вы возвращаете свою должность что для вас будет самым главным это да но вот если это трансформировать с точки зрения руководителя к подчиненному еще еще какие идеи выполнение задач или критерии оценки вас вашим руководителем при каких условиях вы будете эффективны вопрос к вам при каких условиях я эффективен что мне нужно делать для того чтобы быть максимально эффективным мне бы хотелось коснуться буквально вкратце очень простой темы касательно нашего резюме резюме не в плане того что она необходима вам как с точки зрения поиска новой работы резюме коснуться с точки зрения того что это концентрированное выражение чего чё моё но ваше в этом смысле да режимы это концентрированное выражение ваших собственных профессиональных качеств не для себя а для для работодателя кто из вас отнимет какое-то отношение к продажам супер какой документ компания посылает другой компании для того чтобы что-то продать предложение коммерческое предложение если мы трансформируем это представление о бизнесе что вы по сути являетесь продавцами своего собственного интеллекта своих собственных профессиональных навыков знаний и умений то ваше резюме это образец если вы сейчас посмотрите на свое резюме насколько она продает вас запишите это себе как домашнее задание для того чтобы прийти сегодня и задуматься об этом вопросе ведь на самом деле вместо того чтобы пойти в кино вы сидите здесь я лишь только на секунду хочу сказать о том вот этот важный слайд самая большая проблема резюме это их однообразность зачастую как происходит создание вашего резюме заходите на сайт всем известный из двух букв хотя хорошо что не из трех заполняете форму и все в лучшем случае кто-то когда-то присылал тебе вордовый файл может быть из иностранной компании может быть человека который когда-то устроился на работу вы просто меняете текст оставляя разграфовку смотрите так вроде ничего нормально это в лучшем случае поэтому у нас результат такой что они у нас все одноликие однообразные по сути они по сути сразу попадают туда куда вы видите потому что только на одном из сайтов связаны с поиском работы в онлайне сейчас 17 миллионов резюме и 400 тысяч вакансий кто из вас может быстро посчитать какова вероятность одного человека получить вакансию кто может посчитать калькулятор на одну с точки зрения в процентах это как отвертить какой получается вероятность какова кто-то умеет посчитать калькулятор быстро стали сколько какая тысячная одна тысячная получается на одно резюме соответственно как бы как вы думаете сколько времени уходит у рекрутера для того чтобы просмотреть ваше резюме которое просто ему идет вот сплошным потоком 17 миллионов верно спасибо я сейчас об этом скажу 10 секунд профессиональный рекрутер просматривает резюме но как правильно вы сказали есть четыре основные момента на которых он задерживает свое внимание четыре главных критерия это ваш опыт это дата и должность вашей работы это ваше образование если самый главный первый критерий это вообще в чем вы профессионал по сути резюме само по себе не является важным важным является в нем главная составляющая часть ваше персональное позиционирование я иду как вы думаете в какую команду в команду маркетологов почему какое слово я сейчас словосочетание произнес спасибо но какой кто был внимателен какое слово я сказал что является основой резюме я не знаю я вообще сам с собой здесь разговариваю сегодня персональное позиционирование кто-нибудь слышал это словосочетание господа маркетологи скажите мне пожалуйста кто придумал теорию позиционирования вы директор по маркетингу нет кто из вас господин джек траут придумал теорию позиционирования но вы сталкивались с понятием позиционирования арин скажите что хорошо скажи что такое позиционирование компании не в глазах в умах это значит что спасибо вам большое это значит ваше персональное позиционирование профессионально это то как вы хотите выглядеть в глазах своего работодателя приведу простейший пример вы знакомы с друг с другом да еще раз извините я не запомнил как вас зовут как вас зовут антон игорь антон у тебя телефон есть ты можешь его набрать сейчас мы пожалуйста чтобы всем было понятно что это такое как это работает можешь достать свой телефон в этот момент когда у антона звенит звонок ой ей прошу прощения связь не работает хорошо одно должно появляться сообщение окей я вам расскажу хотел провести эксперимент красиво чтобы было да все дефектно не получилось и так в этот момент когда вам звонит какой-то ваш знакомый и вы видите на экране входящий звонок у вас четко является представление кто это звонит мало того если мне звонит моя жена я точно знаю что может произойти в ближайшие секунды я прямо чувствую эту энергетику или когда мне звонит моя мама или когда мой сын звонил я хочу сказать о том что у вас возникает однозначное эмоциональное впечатление о том что сейчас вернее кто что за человек перед вами появится если мы это трансформируем в профессиональную область мне хочется и я знаю как это делать я вам расскажу сейчас вы можете это сделать отчасти сами как создать свое профессиональное позиционирование это значит то как вас будет воспринимать ваш сегодняшний руководитель ваш будущий руководитель ваш будущий работодатель ваш будущий клиент если вы бизнесом занимаетесь ваш будущий контрагент я не знаю кто угодно если я сейчас приведу еще один пример например мы сегодня уже касались кока-кола для большинства из нас кока-кола это я тут например я это чувствую это кори коричневый пузырящийся сладкий холодный напиток ну в большей степени я угадал да я могу считать что маркетологи кока-колы добились своей цели вдолбив в мою голову или например если я сейчас подумать там а вольво да наверное у меня там как бы с безопасности до безопасности или подумаем мерседесе там цена да то есть я не знаю чем айфон там удобства то то что они заняли в состоянии в нашей голове это значит но проблема то в другом проблема в том что мест в нашей голове арина сколько немного для каждой товарной категории есть одно место это доказано психофизиологии этими господин трауту и так далее его целом команды у нее несколько книг позиционирования которые бестселлеры переиздаются до сих пор и вся рекламная компания любая пиар компании в основе своей содержит позиционирование компании с этого все начинается потом какие плюсы минусы о том что мы хотим какой образ мы хотим вызвать у работодателя у того и целевой аудитории соответственно все это прилагая к вам задумайтесь дома сегодня в очередной раз а что я хочу вызвать или например или наоборот какой образ возникает сейчас настоящими у моего руководителя когда он думает обо мне с точки зрения профессиональных как формирование персонального позиционирования сродни с формированием персонального бренда работа сложная но реально исполнимая ее нужно просто дотащить как вы думаете у кого из вас есть персональный профессиональный бренд можете поднять руки личный профессиональный бренд у вас ира подожди он либо есть либо его нет так есть отлично есть чудесно как-то вот тут в лесу есть как вы думаете я совсем не хочу сказать о том что кто-то ответил правильно или неправильно в какой момент появляется у человека персональный бренд спасибо 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 с момента своего рождения у всех у вас есть персональный бренд и вот этот звонок между вами по сути я хотел показать что это и есть тот персональный бренд твоего товарища который создается для тебя но если бы ты был его начальником то для тебя бы четко было понятно сейчас звонит тебе кто-то и скорее всего ты сбросишь да потому что понятно что говорить с ним очень тяжело и не о чем сейчас или наоборот о точно сейчас перед мной стоит эта задача и и хочу решить именно он мне нужен а почему именно он тебе нужен как ты думаешь потому что я знаю что он решил супер что такое вакансия с точки зрения работодателя нерешённые задачи спасибо большое вы сегодня прямо велика блистаете хочу делать вам комплимент это проблема это значит что у человека это не пустое кресло это значит боль какая-то ее нужно срочно решить что является лучшим лекарством для решения этой боли этой конкретно именно это я вот прямо так доберу каждое слово от вас именно этой конкретной задачи так вот когда мы говорим о том что я хочу найти новую работу прекрасно а что вы хотите решить какую задачу я хочу повышение по службе например да прекрасная возможность или хочу в большом занять очень большое место а что я дам такого тому большому что она мне как бы это будет адекватно ответьте себе на эти вопросы едем дальше время катастрофически падает в смысле движется вперед я провел маленький эксперимент я позвонил со своим знакомым и попросил их прислать ваше свое резюме для того чтобы я мог оценить насколько оно эффективно и отвечает требованиям с точки зрения работодателя потому что просмотрев за свою карьеру тысячи резюме я по сути вижу в нем дыры и понимаю что с ним не так подсказка есть у вас на экране всего из 100 человек мне прислало 70 процентов 70 я начал активно работать с каждым из них с каждым резюме это называется проект аудит резюме то есть когда я детально просматриваю его понимаю что здесь не так как не работает говорю что блоки не работают что эффективность не та что не создается то впечатление работодатель не понимает что вы можете делать окей хорошо работа над одним над вторым над третьим я чувствую что я стал писать одно и то же я думаю что в чем проблема а проблема как раз том о чем мы с вами говорили они однообразны и тогда я понял что проблема здесь не в резюме а в людях потому что они не задумываются о том что самое главное а еще проблема возникает в том что в случае если мы долго не можем найти работу кто-то слышал такую фразу как подбитый летчик сбитый ну подбитый сбитый неважно что это такое спасибо большое спасибо это действительно так у меня есть проект на радио медиа метрикс у меня есть своя программа бизнес-завтрак трансформировался в радиопередачу сегодня утром у меня была в гостях HR директор сети фитнес-центра world class и мы с ней обсуждали разные вопросы я если хотите очень легко найти в интернете с помощью поиска я говорю слушай вот как ты думаешь какая главная проблема кандидатов они приходят со своими желаниями у них нет желания задуматься о том какие мы испытываем как работодатели потребности соответственно когда мы просто транслируем на работодателя свои потребности не понимая о том что они ждут нас взамен здесь происходит дисконфликт да давайте мы все вместе ответим на этот вопрос как еще раз если появилась вакансия то что значит проблема это проблема спасибо большое как читать вакансии если мы смотрим что вакансии есть требования например там быть клиентоориентированным что это значит в компании проблема с клиентоориентированностью там обладать такими-то такими-то знаниями это значит что у них проблема с этой компетенцией все очень просто как узнать о компании что еще можно узнать о компании да это все понятно просто простой человек ему сложно понять то что хочет подождите подождите вы себя к каким относите к простым или не к простым вот я не знаю что такое категория простые однако вы сегодня здесь а большинство простых сейчас в кино на скучной встрече с любимым за кружечкой чая на работе ну это просто проблема в организации труда как мы можем ответить на этот вопрос где мы можем найти контакты работодателя я вам расскажу кейс найти вообще никаких проблем нет не просто нет никаких проблем нет никаких проблем поговорить с чар директором на эту вакансию одна девушка маркетолог находясь у меня в коуче мне она очень хотела работать в фитнес-центре планета фитнес она хотела заниматься маркетингом она говорит слушай вакансия есть я отправил резюме тишина я говорю что делаем ну я не знаю давай представь что тебе задача достучаться до чар директора он говорит ну да задача трудная но я говорю решаемая например если ты позвонишь в приемную и попросишь взять у него интервью или что-то еще таким образом она представилась журналистом харвард бизнес ревью задала мне нескольких вопросов в виде комментариев и между прочим спросила а вы знаете вот какие то проблемы с маркетингом у вас она говорит да мы ищем директора по маркетингу прекрасно а какие самые главные задачи он должен решить такие то такие то в результате она попала на собеседование ей не понравилось потому что они не подошли друг к другу хотя вот еще один вопрос тоже мы с ней проходили это упражнение очень важное на кладбище это не позволяет это не позволяет а не просто а то это не может что то что это то Хорошо, давайте так, топ-3 крупнейших российских страховых компаний. Ингу Страх, она входит в топ-3. Так вот, все равно, если ты идешь на топовую позицию, для тебя это важно, правильно? Ты можешь там себя реализоваться и все остальное. Вадим Юрков в свое время был руководителем маркетинга, сейчас он директор страховой компании Тинькофф Страхование. Вот это мой знакомый, мы там как бы тоже с ним работали. Вопрос другой. Ты движешься туда для того, чтобы реализовать себя. Ну, комфортна ли тебе культура этой компании? Что нужно сделать? Прийти, зайти в магазин, я не знаю, куда вы хотите устроиться. Какая ваша цель карьерная? Где? Окей, сколько их таких? Ну, сколько? Назовите первые три. Остин, например, Зара, Интимиси, да, и все остальные какие-то. Что вы уже сделали по отношению к тому, чтобы получить эту вакансию? Например, как она вела, я была уже в собеседовании, мне отказали. Мне появилась новая твадость через полтора месяца. Я написала, что я хочу присоединиться к команде, продолжить обсуждение. Вы были у них в магазинах, торговых точках, вы смотрели, общались с продавцами. Вам все нравится, все устраивало там у них? Да. Прекрасно. Работал в офисе. Хорошо. Значит, следующим шагом каким будет вашим? Попасть в офис. Попасть в офис, правильно. Я уже там была, но хотелось бы получить повторение и получить еще шаг. Нет проблем, надо просто это делать. Ответ на то, что добиться контактов легко, было бы желание. Нет проблем вообще никаких. Движемся дальше. Так, что ты еще хотел сказать? Самая сложная работа на самом деле, это то, что мы с вами делаем. Это работа над самим собой. Это при всем при том, что это легко, но даже чисто привить себе какую-то нужную привычку занимает минимум месяц. Мало того, ее нужно поддерживать еще, чтобы она окончательно у вас осталась еще месяца три. И тогда, во-первых, вы поймете, нужна она вам или нет. Во-вторых, вот, я не знаю, кто себе пытался там привить какую-то привычку? Можете поднять руку, поделить? Да, я пыталась. Да, какую? Я пыталась привить привычку обливаться холодной водой. Мне безумно это понравилось. Я, в общем, почти месяц это делала. И так получилось, что, наверное, то ли спустя месяц, то ли там 28 дней было, что-то помешало мне это делать несколько дней. И потом я заболела, и я вообще перестала... Ну, не от этого. Ну, просто там вирус какой-нибудь там. Ну, то есть я закалялась, закалялась, все было классно, все было... Звучит немного саркастично и юмористично. Ну, потом три дня я отменила эту холодную воду, ну, неделю, в общем, я не занималась. И вернуться было уже очень тяжело. Не то чтобы вернуться, я заболелась и заболела, и потом, естественно, что я уже боялась вернуться, приступить к началу. Сейчас я как бы опять начинаю. Вот как раз об этом я и хочу сказать, что работа над собой – это очень нелегко. Но зато есть призы. Колоссальные призы. Кто мне скажет какие? Удовлетворение. Раз. Еще. Ну, если вы в ссоре. Мы потом злимся на себя, а в этот момент, когда мы это сделали, мы тут вроде как перестали видеть результаты. Наверное, самое главное, что можно идти дальше. Спасибо. Отличный способ, отличная мотивация, что это промежуточная цель между тем, чтобы идти туда до конечной цели и идти дальше. Итак, я хочу предложить вам еще одно задание. Еще одно задание в группах. Очень простое. Какая, на мой взгляд, черта мне нужна для того, чтобы стать более профессиональным? То есть, какая черта является зоной моего развития в этом году? Работаем точно так же. Все по очереди говорим. Вы задаете вопрос. Это уверен, что это так? Для того, чтобы двинуться вперед, мы сейчас с вами, у вас после этого мастер-класса будет целая карта информации о том, что нужно делать. Итак, поехали по группам. Какой чертой, как вы кажется, вам нужно в этом году поработать? Начинаем. Профессиональная черта. Профессиональная черта. Может быть, знания, чего не хватает. Как вы думаете, чтобы быть более успешным? Вы можете потом меня включить, я буду вам тоже как-то вас поддерживать. Поэтому, да, пользуйтесь какими-то современными гаджетами, там, чатами. Создайте группу. Отлично. Создайте группу в WhatsApp, которая будет помогать вам двигаться по оставлению к своим карьерным целям. И будем общаться внутри, потом я вас тоже добавлю, свой номер телефона вам дам. Чтобы вам определиться, создайте группу в WhatsApp, запишите все номера телефонов. Это будет ваш групповой чат, будете помогать друг другу онлайн, дистанционно. Я потом свой номер тоже напишу, вы включите меня. Это не шутка, это прям реальное предложение, которое помогает двигаться вперед. Это действительно очень много, но есть все, что мы продолжаем поддерживать, когда работают в движении. И иногда бывает так, что даже в нём за какой-то стопроцессных прав, получается отстоятельность, которая нужна, где там все аргументы на двоих стороне, на обществе, на обществе. Созерцайте или записывайте? Отлично, отлично. Друзья, так как время неумолимо движется вперед, и мне бы хотелось, чтобы вы закончили эту работу дома. Вы понимаете, да, как по ней работать? Получается? Давайте минуту. Друзья, мне очень хочется, чтобы вы все закончили, но... Понять, что мы не работаем, да, и не в другом. Почему все-таки вот, ну, не функционируется в другую сторону? Спасибо большое. Давайте прервемся. Это задание вы сможете проработать дома или в тех группах, которые вы себе создадите. Кстати, первый ряд у порога. Вы тоже можете создать чат в WhatsApp, групповой, обменяться телефонами, чтобы поддерживать друг друга в плане движения к карьерным целям, как это сделают, наверное, все команды, кто захочет это сделать. Так вот, суммируя все вышесказанное, проблемы наши заключаются, а, в постановке целей, в формировании своего стратегического видения, в формировании своего фундамента, то есть тех ценностей, ради которых я буду двигаться вперед. Девушки, на последнем ряду. Девушки, мы уже сейчас продолжаем работать. Возвращайтесь в свою зону комфорта. Возвращайтесь в свою зону комфорта. Заставляйте меня двигаться по этому плану. Любой план, любая самая прекрасная мечта, великолепно написанная карьерная стратегия за тысячу долларов у какого-то консультанта, так и останется стратегией, если ничего не предпринимать. Поэтому важнейшим элементом повышения вашей стоимости на рынке труда, вашей заработной планки является действие в соответствии с теми методами, с теми планами, которые вы разработали. Как вы думаете, давайте вот такой маленький эксперимент. Сейчас на секунду возьмите свои листочки и ручки и запишите, как вы думаете, сколько стоите вы на рынке труда. Никому не показывайте. Саша, я только буду рад, если своим успехом ты частично поделишься с нами потом. Скажите, пожалуйста, вы написали цифру, которая, как вы думаете, вы стоите на рынке. Скажите, пожалуйста, да. Теперь рядом напишите сумму вашей заработной платы. Напишите, пожалуйста, зачем вы здесь? Я сейчас скажу, зачем я здесь. Я хочу получить руководящую должность в крупной компании. Я получала хорошую зарплату, ушла из компании, где у меня нет возможности в ближайший год получить руководящую должность. Значит, вы были не на руководящей должности? А как вы думаете, руководящая должность предусматривает более высокую оплату, чем не руководящая? Да, кстати, да. Я вас поздравляю с неким инсайтом, который вы для себя сегодня открыли. Дельта между двумя цифрами мотивирует вас к движению вперед или нет? Хорошая дельта получилась? Отлично. Есть над чем работать. Реально. Нет, подожди. Но такая реальная, это значит, что уже готов смириться. Ну, я же могу и миллион написать. Что такое стоимость человека на рынке труда? Это его оценка субъективная. Это зарплата по такой соответствующей вакансии у других людей. Это предложение хедхантеров, которые к вам обратились для того, чтобы пришли принять вас на другую работу. И так далее, и так далее. Зарплата понятна. Так вот, разница, мотивирует вас или нет? Да. Кого не мотивирует? Поднимите руки, пожалуйста. Что нужно сделать? Приписать нолик? Мы думаем, что нолик, не нолик, это главная задача. Но ради чего-то это нужно тоже делать. Ведь деньги являются важным фактором в нашей жизни. У нас тоже, чтобы переживаться из-за нолика. Нет, нет, подождите. Давайте так. Мы не филантропы. Мы живем в реальном мире. Я тоже согласен с тем, что деньги не главное. Разница между вашей зарплатой и стоимостью на рынке, Анна, какая? Ну, мотивирует вас двигаться вперед дальше? Прекрасно. Поделитесь секретами, как вам удалось получить такую работу? Ну, я сама уверена, я хорошая специальность. Я один из лучших специалистов. А в какой области? Я преподаю интенсивно, я близкий топом этого города, офису Медведева. Офис Медведева это что? Это правительство этой страны. А вы не в этой стране живете? Не в этой стране. В Америке и здесь. Но вы русская или американка? Да. Офис Медведева, я так понимаю, премьер-министр. Ну, я готов. Прекрасно. Вот давайте посмотрим на человека, который реализовал свою карьеру и стратегию. Мы вас все с этим поздравляем. Большое вам спасибо. И очень приятно, что вы пришли на наш класс. Да. Спасибо. Я, по крайней мере, знаю, я теперь всем буду об этом говорить, что у меня на мастер-классе был человек, который уже нашел себя. Итак, самое главное, друзья, очень важный момент, который я хотел завершить сегодняшний мастер-класс, потому что подходит время перед тем, как я скажу, технические вопросы, как попасть ко мне в программу. Я хочу сказать следующее. Как вы думаете, а кто-то захочет вас с таким настроением получить себе в команду? Какова вероятность, что если вы придете туда, вы не будете себя вести точно так же. Поэтому успехом к реализации любой задачи является стопроцентная эффективность на вашем рабочем месте. Если вы теперь с завтрашнего дня, условно, виртуально, приходя на работу, одеваете себе очки, в которых вписано «я работаю на 100 и плюс процентов», это значит, что вы сразу перестанете делать то, что не приносит, 100%, то, что не ведет к этому, то, что вас отвлекает от достижения этого. Если вы руководитель, то вы будете строить таким образом и мотивировать своих подчиненных, чтобы они выполняли, ведь ваша мотивация как матрешка от выполнения тех сотрудников, правильно? Значит, если 100% вашей выполнеемости сегодня, эффективности, это значит гарантия, это базис вашей высокой стоимости на рынке. Буквально позавчера, а, нет, за день до мастер-класса неделю назад, я сидел, готовился к мастер-классу, и мне позвонил один из моих учеников. Он говорит, слушай, у нас была задача до этого, мы обсуждали с ним, какие три главных цели мы выберем на эти полгода, которые будем работать. Он говорит, слушай, ты знаешь, видимо, он был в таком настроении, устал после работы, ваш коллега. Он говорит, все надоело, хочу много денег, какие цели я должен тебе сказать, я хочу много денег, я хочу нормального зампреда, я хочу нормальных адекватных подчиненных, я хочу хорошую работу. Я выслушал, он дал возможность как бы там все это проговорить, спустить пары, я говорю, хорошо, а давай теперь начнем потихоньку откручивать. Что такое нормальные зампреды, существуют ли в природе такие? Он говорит, ну, наверное, нет. Я говорю, в каждом человеке есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И если ты попытаешься на него посмотреть, как на человека, который может тебе что-то дать в твоей жизни, твое отношение к нему изменится, он говорит, ну, наверное, да. Я говорю, если ты для него ставишь, ведь у него же есть еще руководитель над ним, а так как ты рядом с ним работаешь, что значит, соответственно, его коэффициент выполнения плана, его 100% зависит от части от кого? От тебя. Если ты будешь для него на 100%, это значит, ты выработаешь по отношению к себе доверие, это значит, что отношение к тебе изменится, ведь он тоже понимает, что от тебя зависит его кипярь. Я говорю, хорошо, ладно, говорит, с этим как-то проехали, я понимаю, что мне нужно сделать, как поменять свое отношение. Ну, придурки, говорит, мои подчиненные, я говорю, хорошо, чья обязанность сделать так, чтобы твои подчиненные стали хорошими? Он говорит, опять моя? Это к вопросу о быстрых таблетках. Я говорю, да. Он говорит, опять работать, опять стоить цели, с ней заниматься, обратная связь. Я говорю, да, все это. Хорошо, ладно. Ну, а денег? Я говорю, когда ты сделаешь первое и второе, ты получишь бонус за то, что ты выполнил 100% единственный в банке, вообще достиг этой цели. Он говорит, да. Значит, все-таки, говорит, работа над самим собой. Поэтому, когда мы все в интенсиве говорим о том, что мы хотим и денег, и людей, и зампредов, и все остальное, мне бы хотелось вам показать слайд, который бы я хотел, чтобы вы запомнили. Несмотря на то, как вы будете дальше идти, заниматься по книгам, заниматься со мной, заниматься самостоятельно, с любым другим коучем, тренером, все равно. Основа, она примерно здесь. Возможно, могут отклонения быть, но самое главное, ваши мечты и миссия. Второе, ваше видение и цель, точка прибытия. Третье, ваши ценности. А ради чего? Вы правильно абсолютно сказали. Если ваши ценности, то самое главное, что составляет ваше внутреннее состояние, не реализованный деньгами, никто не будет дойти. Только когда наше внутреннее состояние, фундамент наш, то есть то, на чем основано наше состояние человека, реализуется в новой должности, в новой работе, в новой зарплате или в чем-то еще, только тогда мы будем счастливы. Ведь на самом деле стресс, антидепрессанты, и все это присутствует только тогда, когда у нас расходится мнением между тем, что мы хотим и то, что мы получаем. А если проблема-то как раз не в работе, проблема в нас самих, мы нашли то место, которое не удовлетворяет нашим ценностям, где наши ценности не реализуются. Вот в чем колоссальная проблема. Следующее, когда мы понимаем, какие ценности нам нужны, нам четко нужно понять, как, например, сейчас мы проговорили про 100%, это приоритеты, что для нас в жизни важно вместе с нашими ценностями. Мы сравниваем все цели, которые мы себе ставим с нашими ценностями, с нашими приоритетами и отбрасываем все, что нам не нужно. Мы находим ту, которая, знаете, сродни с добычей из золотого песка. Тебе надо тонну песка просеять, чтобы найти эти слитки или самородки или золотые песчинки. Следующим моментом, когда мы идентифицировали свою приоритеты, ресурсы и цель, мы должны составить стратегию. Стратегия – это представление о том, как туда дойти. Это не четкий план, это представление. Это что мы сегодня поедем туда. Ну, в не смысле, что мы с вами. Хорошая, кстати, идея. Прошу прощения. А потом уже возникает план действий. Как, куда, на чем, с помощью чего, где мы проведем время и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот слайд, который, на мой взгляд, может вам хорошо помочь. Точно так же, собственно говоря, как и следующий. Что представление о будущем через состояние в сегодня, через формирование стратегии и плана действий. Они немного дополняют друг друга, но в целом все остальное. Так что же нужно делать? Мы с вами проговорили, что если мы говорим о быстром, быстрых таблетках, я вам говорю, что есть быстрые таблетки, которые вот прямо завтра, если вы все их сделаете, они вам помогут для того, чтобы сразу получить quick win. 1. Оценка ситуации здесь и сейчас, мечты и цели. 2. Спланировать точку прибытия, сформировать у себя самодисциплину, оценить свой опыт и результаты так, чтобы это было понятно, для чего вы можете прийти к этой цели, создать свое персональное позиционирование, сформировать на его основе и всего о том, что вы раньше сделали, свое резюме, которое будет лучшим элементом, лучшим инструментом, продающего вам коммерческого предложения. 3. Оценить силовое поле, где вы находитесь, и той должности, где вы сейчас, или ту, которую вы хотите занять, заняться продвижением своей карьеры и получить эту новую желаемую должность. 4. Все просто. А потом начинается пункт. 4. Да, все верно. 5. Чем бы мне хотелось закончить позиционирование, это промежуточный слайд, который я вам хотел показать, я вам о нем говорил, видите, выделяющийся человечек, это ровно то, что является вашей основой. 5. Чем бы я хотел закончить, буквально вот одну секунду еще вам хочу сказать, что в жизни у нас есть два варианта. Либо жизнь ездит на нас, либо мы ездим на жизнь. Да. В этом случае первая ситуация, люди, которые соглашаются с этой позицией, являются менеджерами, не в плане управленцами, а в плане операционистами. Такой администратор ресепшена, который все прилетающие моменты быстренько пытается нивелировать для того, чтобы приспособиться к этой жизни. Это, наверное, не вы, да? А может быть, и мы. Есть лидеры изменений, которые формируют изменения для себя, которые пользуются этими изменениями. Самое удивительное, что согласившись на одно изменение, они принимают его, и у них открывается какое? Следующее. Приняв его, открывается еще одно. Смотрели фильм с Джимом Керри? Да. Я рекомендую сегодня вечером. Вы хотели в кино. В нужное кино. Взять бокал чая. Красного. Взять хороший какой-нибудь телевизор, ноутбук или что-то. И посмотреть этот фильм для того, чтобы задать себе некое настроение на этот ближайший год. Потому что с точки зрения стратегии, год это маленький период. Но стратегии карьерные вполне достаточно. И понять, почему нужно говорить, жизнь не дать, для того, чтобы открывать себе новые возможности. Да, изменения, они неизбежны, и спорить с ними смешно. Лучше уже их как бы, ну, правила игры под себя только. Верно. Спасибо вам большое, да. Под изменчивый мир. Буквально еще один слайд, который мне кажется очень важен. Я бы хотел сказать о том, что шагнув в изменения, вы попадаете в путь трансформации. Я гарантирую вам, что вы уже совсем не те, которые зашли сюда два часа назад. У вас уже начались трансформационные процессы. И только от вас зависит, либо они дадут свои всходы, либо вы снова хотите получить новую информацию. Для того, чтобы узнать, а как эти трансформационные процессы поддержать. Что нужно сделать, чтобы поддержать себе мотивацию. Надо почитать еще одну книгу, посмотреть еще один тренинг, сходить еще куда-то. Но гусеница уже стала бабочкой. Она уже не может вернуться в то состояние. Даже если вы ничего не будете делать, я надеюсь, что понимание того, как добиться повышения своей стоимости на рынке и своей зарплаты у вас сформировалось за эти два часа. Сделать можно все, что можно увидеть в своих мечтах. Поэтому я вам говорю, мечтайте. Теперь я хотел просто завершить сегодняшнюю программу. Я сегодня весь день, весь весь вечер рассказывал о том, что такое карьерный коучинг. О том, почему так важно иметь своего тренера. Я просто вам хотел рассказать о том, что такое за программа, чтобы вам было понятно, с каким вопросом можно было ко мне обратиться. По сути, наставник – это тот человек, который мог бы провести вас от точки А в точку Б, в точку прибытия. По большому счету, человек, светящий вам фонариком для того, чтобы вам было легче идти. Как мы говорили, тренер по единоборствам, он такой небольшой, как бы и выглядит не очень взрачно, но глаза у него добрые, и он хочет принести пользу. Так вот, в этом смысле я готов стать для вас карьерным наставником и хочу рассказать о тех областях работы, в которых мы могли бы с вами работать. В первую очередь, конечно, вы сами. И основа тех карьерных программ, о которых я сегодня рассказываю, является ваша карьера, результативность в вашей карьере. Это значит новая должность, это значит новые функции, новые должностные обязанности или повышение зарплаты, повышение ответственности. Отчасти, возвращаясь к мотивации, нас мотивируют не только деньги, это гигиенический фактор. Нас мотивируют мотиваторы, а это значит сложные проекты, отношения с руководителем, отношения с коллегами, решение новых проектных задач. Все это является мотивацией для того, чтобы развиваться. Поэтому вот все эти зоны, это ваше персональное развитие, это ваш личный бренд, это отчасти ваши коммуникационные навыки, умение выступать публично, потому что разговор с руководителем – это умение подать себя и услышать собеседника. Отчасти иногда умение слушать более важно, чем умение говорить. И это тоже нужно в себе развивать. Я не буду рассказывать о продукте, который… Сейчас я вам буквально еще хотел бы вот этот слайд показать. Что такое работа с наставником удаленно? Это значит, что мы с вами работаем через интернет, с посредством скайпа или какого-либо другого мессенджера. Когда мы с вами ставим конкретную программу, и в этой программе вы ставите те задачи, которые вам нужно решить, либо сегодня, либо которые помогут вам в достижении следующих карьерных целей. Это значит, минимум 4-5 часов онлайн – это в самой короткой месячной программе. В основном это трехмесячные программы, это примерно 12-20 часов. Плюс ваша домашняя работа. Никто еще не смог прийти и выполнить домашние задания на следующий день. Не потому, что моя цель – загрузить вас, а потому, что цель ваша – задуматься о том, что нужно делать. И, конечно же, самое главное, что вы получите от этого свое внутреннее состояние. Карьерный коучинг. 4 программы. Аудит-резюме. Профессиональное позиционирование. Карьера, профессиональные цели. И ваши первые 90 дней. Про аудит-резюме не буду рассказывать, потому что он войдет в подарок к любой программе. Я сегодня о нем уже рассказывал. Что такое профессиональное позиционирование? Как мы с вами поняли, сегодня – это основа реализации своей карьерной стратегии. Для того, чтобы ее реализовать, нужно себя осознать. А для этого нужно представить свои самые сильные стороны. Надо разобраться со своими достижениями. Нужно представить, что ты делал до и что было в результате. Ведь каждый из вас когда-то решал какую-то сложную задачу. Были такие проекты, которыми можно гордиться. Ваша цель – вместе со мной сделать так, чтобы это стало понятно всем. Так вот, эта программа рассчитана примерно на месяц. Четыре занятия. И мы с вами создадим эту базисную надстройку, которая поможет вам в получении новой должности. Даже сформирование своего резюме – осознание самим себя. Вам нужно идти? А, да, сейчас. И вы хотите уйти, чтобы не задерживать. Давайте отпустим человека. Я могу вам задать свою карточку? Хорошо. Я могу вам передать свою резидную карточку, пожалуйста. Я для вас есть клиенты. Вот у девушек. Хорошо. Да, всего хорошего. Таким образом, получается, что в течение месяца мы с вами создадим этот базис. Это будет первым шагом, первым кирпичиком. Всегда можно доапгрейтить свою программу до следующей. Она примерно занимает месяц. Стоит 20 тысяч рублей. Следующая программа – карьера профессиональной цели. Здесь мы с вами, не входит аудит резюме, как я уже говорил, как бонус, она к любой программе. Здесь мы с вами на базе персонального позиционирования. Создав этот фундамент, идем дальше. А что нам нужно делать с вашей карьерой? Какие мы будем достигать карьерные цели? Это три месяца. Начиная от того, что мы поймем, что происходит с вашей работой, какой тип ваш руководителя, какие ваши сотрудники. Все то, помните тот телефонный звонок, о котором я рассказывал. Вот это и есть та программа, визуализируя того, чтобы быть нормальным руководителем, с нормальными подчиненными, с нормальной зарплатой. Это задача в трех месяцах. Быстро не решается. Но результат конкретный вы получаете. Мало того, у меня есть гарантия на все услуги. Если вам не понравилось первое занятие, вы всегда можете вернуть деньги. Что будет происходить, как я уже говорил? Персональное позиционирование у нас уже есть. Мы ставим карьерную цель. Мы движемся вперед по отношению к вашей карьерной цели. Мы понимаем точку прибытия. Мы заводим машину, смотрим ресурсы и доезжаем до этой цели. При условии, если вы делаете. Но моя цель и моя задача создать такие условия для вас, чтобы у вас не было возможности ничего не делать. Спасибо. Стоит такая программа 40 тысяч рублей. И последняя программа, наиболее интересная, это ваши первые 90 дней. Это значит получение новой должности, возвращение на работу, получение новой работы. В целом 90 дней для того, чтобы продвинуться вперед. Это самая сложная программа, когда вы попадаете в необычную новую среду. И вам в ней нужно показаться успешными. Она включает в себя и нетворкинг, и быстрые победы, и создание операционного плана, и понимание с руководителем, выстраивание отношений с лицами, принимающими решения. Очень много всего. Она тоже длится примерно 3 месяца, ровно до того момента, когда вы получите решение, что вы прошли испытательный срок. Если у руководителей испытательный срок больше, мы думаем о том, как нам продлевать эту программу для того, чтобы двигаться. Итак, еще раз буквально, она стоит 60 тысяч рублей. Повторю на секунду. Четыре программы. Аудит-резюме, которое входит везде. Персональное позиционирование. Примерно месяц. Четыре занятия стоят 20 тысяч рублей. Новая карьера и карьерные цели. Примерно три месяца, 15-20 занятий. В зависимости от вашей успеваемости стоит 40 тысяч. И мои первые 90 дней стоят 60 тысяч. Я надеюсь, я сегодня в процессе своего мастер-класса постарался максимально рассказать о них на примерах, о том, что мы с вами делали и как это происходит. И совсем в конце, уже абсолютно расслабившись, задержавшись вас всего на 11 минут, я вам расскажу одну историю. История, которая приключилась со мной. Для того, чтобы вам понять, как это важно все-таки иметь сильное плечо, которое идет рядом. Я учился в московской школе бизнес-управления Сколково. И у нас было много разных активностей. В том числе, я был юнгой на паруснике Бриге, в барке Крузенштерн. Моя была вторая группа Мачта, как сейчас помню. Там, представляете, парусное судно, у него нет, ну, у него двигатель есть, но по условиям регаты нужно было двигаться только по ветру. И ветер можно было там поймать только ночью. И капитан выходил ночью, или дежурищий, который несет вахту, смотрел фонариком наверх, ветер появился. Кричали, что все к парусам, и не звонили от того, сколько времени. Все поднимались, разворачивали мачту на канатах. Это было очень весело. Вторая активность у нас была, которая наиболее запомнилась и оставила след в моей жизни, это поход к базовому лагерю, к Эвересту. Смотрели фильм Эверест? Помните базовый лагерь? Да, вот туда мы пришли. Это не альпинизм, это трекинг. Это очень легко, как казалось. Специально делаю паузу здесь. 4200. 5500. 5500. Да, несли, несли, да, эти шерпы. Моя самая высокая точка была 5555. Рядом с базовым лагерем есть гора, она называется Калапатар. Вот мы туда зашли. Как раз об этой горе я и хотел рассказать. Мы уже пришли к базовому лагерю. Уже все. Цель достигнута. Неделя пути позади. Лоджии – это гостиницы, сколоченные из листов, не знаю, арголита или ДСП, или там вот этих гипсокартона, в которых просто ты спишь и воду кладешь с собой в спальный мешок, чтобы было не холодно, чтобы оно можно было попить. Все позади. Все. Вот вроде уже можно найти назад. Я тебе говорю, слушай, ну вот есть гора, вот она прямо здесь стоит. 5550. Всего-то подняться. Давай, ну мы уже на там сколько, 5500, 50 метров вроде, казалось бы, перепад высоты, может быть, чуть больше. Ну, ладно, пошли. Мы пошли с моим другом. И он пошел вперед более физически подготовленный. Я даже, кстати, когда все сказали, что это для них мечта пойти на гору Эверест, я подумал, для меня тоже такая мечта, не понимая то, чем это грозит. И, собственно говоря, там были еще моменты, я думаю, будет у меня возможность рассказать вам много других историй. И я иду, и задаю себе вопрос, какого черта я туда поперся. Я уже дошел до базы лаги. Силы на исходе. У нас, к сожалению, была горная болезнь. Постоянно болела голова. Мы очень быстро набирали высоту. Сколько лет вам было кровооборотов? Это в 2011 году, 5 лет, 6 лет назад всего. Сколько лет сколько? Мне 45. Ну, то есть, ну, за 40. 39, да? Надо готовиться туда. Люди готовятся, спасибо. Спасибо, я тоже об этом знаю сейчас. Ну, вроде бы казалось, все, зачем туда идти? Ты понимаешь, что, ну, с другой стороны хочется уже дойти, там красивые фотографии, Верест прям хорошо видно. И когда ты в этих размышлениях идешь, идешь, и ты понимаешь, что вот уже идти совсем не хочется, и думаешь, вот пойду-ка я лучше назад. Я вдруг вижу на тропинке нарисованная стрелочка, и написано Рома. Костя, идя впереди меня, просто понял, что мне в этот момент будет, наверное, уже тяжело, потому что он пережил этот момент. И он просто нарисовал стрелочку вперед, написал мое имя, и откуда ни возьмись, появились силы. Вот эта внутренняя мотивация поддержки, поддержки этого человека, что тебя кто-то там ждет, и он уже был на вершине. Мы благополучно поднялись, сделали красивые фотографии, сфотографировались на фоне Эвереста. Я хочу вам пожелать вашим сложным пути работы над собой, достижения карьерной цели, чтобы кто-то впереди вас шел, нарисовал вам в нужный момент, в тот момент, когда вы будете готовы все бросить, ничего не делать, остаться в том же самом месте, кто-то, чтобы вам нарисовал стрелочку, и вы дошли до вашей цели. Огромное вам спасибо за то, что эти два часа мы провели вместе с вами сегодня, вместо того, чтобы пойти в кино, провести скучный вечер с любимым, и так далее, и так далее. Большое спасибо за то время, которое мы инвестировали сюда. Каждый месяц я буду стараться делать какие-то мероприятия, посвященные своей карьере, но я еще раз хочу вас призвать к тому, что если вы хотите меняться, надо принимать решение и двигаться вперед. Если вы захотите выбрать в этом смысле меня, я готов сейчас вам рассказать, как это все нужно делать, мы с вами все договоримся, оформим и начнем работать. Большое вам спасибо, успехов!